Всем привет, сегодня расскажу как использовать опилки для огорода осенью. Какая от них может быть польза или вред. Как известно огород осенью необходимо правильно подготовить к зиме и выполнить ряд работ, которые весной уже будет делать поздно. Использование опилок в огороде именно осенью отличается от весеннего. В этот период опилки служат как укрывной материал для многих растений, но укрывать ими тоже надо с осторожностью, так как опилки от воздействия влаги начинают претье в местах соприкосновения со стеблями, растение может начать гнить. Поэтому при использовании опилок, как укрывного материала, сначала растение нужно окучить землей или при помощи торфа, а уж потом насыпать опилки так, чтобы они не касались растения. Делать это необходимо уже при установившейся минусовой температуре. Кроме торговой на ведро опилок нужно добавить одну столовую ложку медного купороса и две столовые ложки суперфосфата. Тогда уже опилки никак не навредят вашим растениям. Как еще опилки влияют на почву, они могут ее слегка подкислять. Для некоторых растений это отлично подходит, а некоторым категорически нет. Но такое воздействие опилок можно компенсировать внесением в почву залы. Я сегодня вам показываю как вносить опилки при перекопке. Я нанес небольшим тонким слоем опилки, а теперь сверху добавляю залу. Зала компенсирует нам кислотность опилок. А если при этом добавить еще и навоз перепревший, то это получится идеальное удобрение. А опилки постепенно перегниют и тоже превратятся в удобрение. Чем хорошо добавление опилок при перекопке? Опилки делают почву более рыхлой. Они помогают ей дышать, препятствуют возникновению корки на поверхности земли, поэтому рыхлить посадки нужно будет меньше. Опилки поглощают, удерживают влагу для растений. Это их особенность, конечно только плюс. Через слой опилок не пробиваются сорняки, спорный факт. Но отчасти это действительно так, во всяком случае пробьются точно далеко не все. Опилки удобряют почву, но это верно только в том случае, если они хорошо перегнили и если их внесли в почву правильно. Древесные опилки подкисляют почву, боже мой и это минус. Некоторые садоводы получили негативный опыт и говорят, что потом даже удобрения не помогают. В огороде почти ничего не растет, но это неправда. Да подкисляет, но незначительно и это легко исправить, если у вас почва кислая, то опилки не применяйте. Опилки забирают из почвы азот, однако любой минус можно превратить в плюс, если знать как это сделать. Плюс это настолько маленький процент, что и думать об этом не стоит и к тому же, когда опилки перегниют, они отдадут этот азот растениям и послужат как удобрение. Давайте сейчас отойдем от научных теорий, нам это особо и не надо, там где вы добавили опилки, всегда появляются черви. А черви это первоклассный гумус, так что все природа предусмотрено как и в лесу. Опилки зола и навоз, это то что нужно вашей земле. Всем пока, пока.